Озеро Морзаколь обрело не совсем приятную славу. Рыба отсюда несъедобна и опасна. Однако некоторые рыбаки продолжают ловить и торговать. По озеру Морзакольцор с 1972 года озеро Морзакольцор является накопителем сточных вод, фекальных и для хозяйственных. С 1972 года она на балансе кокштовского суварна-сунда. По вопросу административного правонарушения, так как водоем не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов, утвержденных местным исполнительным органом. В целом в регионе насчитывается 524 водоема, где разрешено рыболовство. С 1972 по 1993 годы водоем сбрасывалась вообще без какой-либо очистки. Ранее проведенные лабораторные анализы воды показали превышение предельно допустимых концентраций по многим показателям. И также в рыбе, там имеется рыбокарп, в ней также при лабораторных исследованиях ранее выявлялись микроорганизмы, которые могут отрицательно сказаться на здоровье населения. С начала года уполномоченными органами выявлено 340 административных правонарушений. Штрафы выписаны на сумму более трех миллионов тенге. Более ста сетей конфискованы. Рыбу из Морзаколя не берем. Здесь все проверяют. У нас есть лаборатория. Рыба, которую продают на центральном рынке в Кокшетау, завозится строго по разрешению. Имеются специальные сертификаты. Кроме того, сотрудники ветеринарной лаборатории проводят два раза в день экспертизу рыбы. Они выдают соответствующие сертификаты для продавцов. Да, мы просим сертификаты, показывают, есть. Да, я слышала, что с Морзаколи вредная рыба. Ее везде продают. Жители города говорят, что рыба из точных вод зачастую продается на улицах и во дворах жилых домов. Специалисты отмечают, что проблему необходимо решать на соответствующем уровне, чтобы избежать таких ситуаций. Я думаю, это в рабочем порядке, на уровне местного исполнительного органа провести обследование водоема именно по ограждению этого водоема. Или же колючей проволокой, или же как же вот этот вопрос можно решить на уровне местного исполнительного. Тем более она на балансе Кокшетау-Суарнаса. 25 декабря 2019 года была взята проба Национальным центром экспертизы на анализ с озером Мурзакольсор. Анализ показали, что личинки гельминтов не обнаружены. По крайней мере, вода не заразна. Так как озеро является очисленным с точных вод, рыба не рекомендуется к употреблению, так как она зараженная. К слову, местные исполнительные органы сами не уверены, заразна ли вода или рыба в озере. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, необходимо провести полную экспертизу не только воды, но и рыбы. В ходе съемок подойти к озеру из-за характерного едкого запаха не удалось. Анель Бесинбаева и Гульмар Заколова, Павел Соловьев, Боржан Самоголов, Жанбл Болтаев, Кокчак Парад.